Время говорить Средняя неделя осени будет более холодной, чем обычно С юбилеем известному рязанскому гинекологу Евгению Рязанцеву исполнилось 80 лет Ну а теперь обо всем подробнее И начнем с нерадостных происшествий Вчера в Рязани вечером на площадке перед магазином на улице Бирюзова В салоне автомобиля обнаружены тела двух 19-летних парней без признаков телесных повреждений Сейчас рязанские следователи ведут проверку Днем 24 ноября в салоне автомобиля, который был припаркован Возле одного из магазинов, расположенных на улице Бирюзова города Рязани Без внешних признаков телесных повреждений обнаружены тела двух 19-летних рязанцев В ходе осмотра следователями обнаружена в салоне автомобиля фольга Которая используется для хранения наркотического средства А также частицы темного прессованного вещества Предположительно похожего на наркотическое средство синтетического происхождения По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области В настоящее время проводится доследственная проверка В ходе данной проверки следователям предстоит установить причину смерти молодых людей А также все обстоятельства произошедшего По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение Впрочем, по предварительным данным, полученным от рязанской полиции Смерть молодых людей наступила в результате отравления угарным газом Проверка продолжается Ну а сегодня же сотрудники наркополиции сообщили о задержании Хранившем у себя почти 3 килограмма марихуаны жителя села Поляны Это недалеко от областного центра Кстати, информация к правоохранителям пришла после анонимного звонка В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» Подробности далее И вновь сотрудники УФСКН изъяли крупную партию вредоносных веществ В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» На телефон доверию Госнаркоконтроля поступила информация о том, что 31-летний житель села Поляны занимается продажей марихуаны В ходе оперативной проверки информация подтвердилась Сотрудники наркополиции санкции суда провели обследование жилого помещения, где проживает подозреваемый И обнаружили большой объем наркотиков Марихуана хранилась практически везде В комнате, на кухне, на балконе, в мешках, в банках и других емкостях В общей сложности было обнаружено изъято 2 килограмма 700 граммов данного наркотического средства Подозреваемый внешне вел добропорядочный образ жизни Имеет работу К уголовной ответственности ранее не привлекался Тем не менее, оказался причастен к незаконному обороту наркотиков В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере Максимальная планка наказания по данной статье до 10 лет лишения свободы И несмотря на мощную антинаркотическую пропаганду и активную деятельность сотрудников госнаркоконтроля Торговля наркотическими средствами продолжается Мало того, популярность подобного рода деятельности с годами лишь набирает обороты Самое страшное, что известное народное высказывание о том, что спрос рождает предложение Имеет прямое отношение к тому, что происходит сегодня в нашей стране Впрочем, закон нарушают, как выяснили рязанские полицейские, и в областном центре Стражи порядка провели рейд по нелегальным перевозчикам и выявили нарушение у некоторых таксистов В бешеном ритме нашей жизни услуги такси не роскошь, а необходимость И зачастую куда-то опаздываем и даже не задумываемся о том, кому же доверяем собственной жизни Единственная мысль, которая имеет значение на тот момент, это как можно быстрее добраться до нужного места А на то, в каком состоянии автомобиль, кто сидит за рулем, да и вообще, есть ли у него права Просто не обращаем внимания, ведь это же такси, а значит доверяем Между тем, нелегальное такси – широко распространенное явление, и наш город совсем не исключение А соблюдение перевозчиками правил находится на особом контроле полиции Деятельность нелегального такси подпадает под статью 14.1 Кодекса административных правонарушений Это осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, рецензии Предусматривает штраф на физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических от 40 до 50 тысяч рублей В советском районе областного центра полицейские выявили факты нарушения пассажирских перевозок Составлены административные протоколы в отношении нелегальных таксистов И на улице Солнечной в ходе рейда по пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере легкового такси Полицейскими были выявлены нарушения законодательства и составлено два административных протокола Один автомобиль помещен на штрафстоянку Словом, полицейские бдят и рейды продолжатся Ну и конечно, спасение утопающих в первую очередь дело рук самих утопающих Так что будьте внимательнее, доверяя свое здоровье, а порой и жизнь Ведь быстро еще не значит хорошо, а жизнь, она у нас с вами вообще одна Вы такой ранее собрались В свою Дубровку Кто заказывал такси на Дубровку? Я Садитесь А рязанские дорожные полицейские сегодня гостили у ребят из 61-й школы Инспекторы в игровой форуме объясняли ребятам необходимые для безопасного перехода через дорогу правила Юных участников дорожного движения нужно учить правилам поведения на проезжей части с молодых ногтей В 61-й школе прошел открытый урок, посвященный этой теме Само собой он был организован в формате интерактивной игры Ведь, как известно, серьезный подход у первоклашек не в почете Это мероприятие мы организовали впервые для того, чтобы показать учащимся первых классов, начальных классов И подшеф нам нашим детским садам 115-м и 134-м, что правила дорожного движения Это самое главное в жизни подрастающего нашего молодого поколения В виде игры они будут сейчас по станциям изучать правила дорожного движения Повторять, чтобы в дальнейшем у них был всегда зеленый свет На уроке присутствовал и инспектор дорожной полиции Он внимательно следил за ответами маленьких пешеходов Благодаря таким мероприятиям дети узнают правила, которые необходимы им в дальнейшем жизни Знают, как вести себя на дороге в качестве пешеходов Знают, как вести себя на улицах, на тротуарах Знают, как вести себя в качестве пассажиров автомобилей Подобные занятия с детьми, несомненно, важны и полезны Малышня наперебой выкрикивала ответы Они уже знают, как себя вести на проезжей части Знают, где и как можно пересечь дорогу Знают, что их безопасность в их руках О работнике пенсионного фонда сообщили о утверждении размера прожиточного минимума В следующем 2015 году Рост небольшой, но он есть По сравнению с нынешним годом прибавка составит 201 рубль Несмотря на ежегодную индексацию выплат пенсионерам В нашем регионе по-прежнему проживает категория граждан Чья пенсия в пересчет на современные реалии Остается, мягко говоря, недостаточной для существования Это люди, которые получают социальную пенсию Или чей доход в свое время был очень низким В связи с этим размер прожиточного минимума пенсионера в регионе Будет увеличен с 1 января следующего года За счет федеральной социальной доплаты В стране у нас есть понятие, как прожиточный минимум пенсионера Для установления федеральной социальной доплаты Пенсионера в связи с его низкой доходностью И для того, чтобы определить, какой гражданин имеет право на федеральную социальную доплату Законом установлено, что для определения этой категории Мы суммируем все выплаты, которые получает гражданин И по линии пенсионного фонда И по линии Министерства социальной защиты нашей Рязанской области И вот если эта совокупная выплата с 1 января 2015 года будет менее чем 6341 рубль То мы этим гражданам устанавливаем федеральную социальную доплату Все выплаты, которые они дополнительно получают от пенсионного фонда В виде ежемесячной денежной выплаты В замене натуральных льгот Как инвалиды А также которые получают различные компенсационные выплаты По линии Министерства социальной защиты нашей Рязанской области Ну это в частности выплаты по льготам за жилищно-коммунальные услуги И вот если в совокупности эти выплаты у гражданин менее чем 6341 рубль С 1 января 2015 года будет То мы им устанавливаем федеральную социальную доплату А смысл этой федеральной социальной доплаты в том Чтобы довести вот эту совокупную выплату До вот этого прожиточного минимума пенсионера Имеющего право на федеральную социальную доплату А следующий материал о человеке, который продолжает работать Уже и после того, как преодолел рубеж пенсионного возраста Причем не просто работать, а оперировать Известному рязанскому гинекологу Евгению Леонидовичу Рязанцеву исполнилось 80 лет Надо сказать, что и в свои 80 Евгений Леонидович Рязанцев проводит операции Многие из которых недоступны другим докторам В следующем году известный рязанский гинеколог отметит еще один юбилей Но только уже трудовой 60 лет работы за операционным столом Помимо этого в молодости Евгений Леонидович занимался пулевой стрельбой Выполнил норматив мастера спорта И долгое время являлся капитаном областной рязанской сборной Сам Евгений Леонидович говорит, что черпает жизненные и творческие силы Из любви к своим больным Любовь к больным все Это главный стимул в работе И все Сострадание к больному человеку Это основа нашей профессии Все Поздравить доктора пришли преподаватели из Рязанского медицинского университета Врачи из 8 и 10 больниц А также перинатального центра Все они считают Евгения Леонидовича своим учителем В том числе и его сын, который пошел по стопам отца и стал доктором-онкологом Тебе нужно, конечно, здоровье И я думаю, все присутствующие присоединятся ко мне Будь добр Лови рыбу, работай И проживай В огороде копайся Пусть тебе всегда сопутствует удача На счету Евгения Рязанцева сотни спасенных детских и материнских жизней Также он в соавторстве с коллегами участвовал в написании учебников по акушерству и гинекологии Впрочем, останавливаться на достигнутом и уходить на пенсию Евгений Леонидович отнюдь не собирается Шутит, что даже и в 100 лет надеется стоять за операционным столом И помогать нуждающимся в его знаниях, опыте и умении пациентам и ученикам Теперь о другом, а именно о погоде О том, какой ожидается температура воздуха и будет ли последняя неделя осени по-настоящему снежной Расскажет Наталья Новикова Осень в этом году доживает свои последние деньки Календарная зима уже практически наступает на пятки Морозы уже пришли в наш регион, а вот снега явно не хватает И перспектив в ближайшие дни на его выпадении никаких А вот мороз будет крепчать день ото дня 26 ноября ожидается переменная облачность без осадков Ночная температура воздуха минус 7, минус 12 Местами по области до минус 15 градусов Днем минус 3, минус 8 В четверг и пятницу сохранится преимущественно сухая погода Ночные температуры воздуха пониже, минус 10, минус 15 Местами по области до минус 18 градусов Днем также на градус меньше, минус 4, минус 9 К концу недели похолодает еще на пару градусов Так что дело за снегом и настоящая зима распахнет свое объятие Ну а заждавшиеся лыжи уже можно смазывать и готовить санки И конечно не забывать теплее одеваться, тоже не помешает За погодными прогнозами должно быть сейчас следят любители зимней рыбалки Впрочем, как предупреждают спасатели из региональной службы МЧС Водоемы пока еще весьма коварны Однако уже сейчас на тонкий лед рек, прудов и озер выходят рыбаки А вместе с ним растет и статистика несчастных случаев Только с начала холодов лишились жизни семеро любителей подледного лова С наступлением отрицательных температур пруды, реки и озера покрываются льдом Многие ждут этого с нетерпением Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить Но кроме радости, новизны и ощущений, период ледостава несет с собой опасность Причем, чаще всего, неприятности происходят с рыбаками Как известно, ледовое покрытие водоемов в это время очень непрочное А неосторожное поведение на воде может привести к очень неприятным последствиям, а порой даже к трагедиям К сожалению, у нас в этом году по сравнению с прошлым уже утонуло семь человек Это произошло в октябре месяце В октябре-ноябре месяце этого года Период становления первого льда, когда были первые заморозки Несмотря на проводимую работу, все-таки люди выходят на лед И, к сожалению, семь человек утонуло Статистика, как всегда, неумолима Только вот учиться на чужих ошибках и помнить, что жизнь у нас одна-единственная Способны далеко не все И почему-то каждый рыбак, выходя на тонкий лед, абсолютно уверен, что именно с ним ничего случиться не может В данный период желательно вообще не выходить на водоем Потому что происходит становление льда, как я сказал И пока не устоится морозная погода, пока лед не окрепнет, не будет сантиметров 10, желательно на него вообще не уходить А еще хочется напомнить родителям о необходимости помнить о безопасности своих детей Не оставляйте их без присмотра, объясните опасность игр на льду И помните о том, что даже провал под лед в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным Ну и, конечно, давайте не будем забывать, что безопасность, в первую очередь, зависит от нас самих От соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде И на льду в частности Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробностей Гостем в студии стал заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Ребров Речь в студии пойдет о проблеме торговли контрафактным алкоголем и табаком А на сегодня это все, и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин